6 класс, 8 серия. Множество. Множество А. 1, 3, 5, 7, 9. Давайте на диаграмме отметим элементы множества А. Они принадлежат множеству А. В множестве А 5 элементов. Давайте рассмотрим еще одно множество В. Если мы сравним элементы, то мы увидим, что есть общие. Они находятся в области пересечения. Только А принадлежат 5, 7, 9. Только В 2 и 4. Что такое объединение множества? Это те элементы, которые принадлежат А или В. То есть это те, которые принадлежат только А. Области пересечения и только В. То есть надо объединить все элементы, которые есть на диаграмме. Объединение, знак объединения двух множеств А и В записываем вот таким образом. Рассмотрим А и С, где С подмножество. На диаграмме это будет круг в круге. С 3 и 5. Никаких других элементов нет. А только А принадлежат 1, 7 и 9. Объединением вот этих множеств, когда С подмножество, будет само множество А. Мы объединяем все элементы и получаем множество А. А если множество не пересекаются, это не чёрные, а это чёрные, не пересекаются. Объединение, не пересекающихся множеств, будут все элементы, принадлежащие А и принадлежащие Д. Объединение, не пересекающихся множеств. 3 множества А, В и С. Давайте расставим элементы на диаграмме. А и В имеют общий элемент 3. А такого числа, которое принадлежит всем трём, нет. Вот в этой области элементов не будет. Там, где пересекаются все три, там нет элементов. Так, В и С. Общий элемент 4. А и С. Общий элемент 2. Только А принадлежит 1. Только В 5. Только С 6. Объединение этих множеств. Объединение всех трёх. Все элементы, которые принадлежат А или В или С. Вот так записывается объединение всех трёх. Так, давайте повторим наибольший общий делитель. Эту тему рассматривали в прошлый раз. Сейчас давайте повторим. Что же такое НОД? Это наибольший из общих делителей. Так, если числа небольшие, ну, например, 6, 8. Можно быстро, устно найти общий делитель. Наибольший общий делитель. Перебираем все делители первого. Это 1, 2, 3, 6. Перебираем все делители второго. 1, 2, 4, 8. Общие делители 1 и 2. Наибольший общий 2. Так, когда числа взаимно простые. А последовательные натуральные числа всегда будут взаимно простыми. НОД – единица. Когда одно делится на другое. НОД – меньшее число. Так, давайте повторим тему наименьше общая кратная. Это наименьшее число, которое будет делиться на каждое из этих чисел. Если числа небольшие, как быстро, устно найти НОГ? Берем то, которое больше из них, и начинаем перебирать кратные этого числа, проверяя все время, делится ли данное кратное на второе. Так, итак, кратные десяти. Перебираем. Десять на восемь не делится. Двадцать не делится. Тридцать не делится. Сорок. Сорок делится и на десять, и на восемь. Это и есть наименьшее общее кратное. Когда числа взаимно просты, здесь даются последовательные натуральные числа, они взаимно просты и всегда. Находим произведение и получаем наименьшее общее кратное. Когда одно делится на другое, то НОГ – большее число. Произведение НОГ на НОГ, если числа одни и те же, равно произведению этих чисел. Давайте рассмотрим такой пример. Десять и двенадцать. Наибольший общий делитель – это два, потому что общие делители один и два, наибольшие из них два. НОГ. Находим НОГ. Перебираем кратные двенадцати до тех пор, пока мы не получим делящиеся на десять. Итак, НОГ – это будет шестьдесят. Перемножаем, получаем сто двадцать. Это произведение десяти и двенадцати. Рассмотрим сегодня алгоритм Эвклида с вычитанием. Алгоритм – это очень хороший, быстрый способ нахождения НОД двух чисел. Сегодня рассматриваем с вычитанием. Итак, давайте на примере сразу. Два числа – четыреста двадцать и сто пятьдесят. Надо найти наибольший общий делитель, не выполняя разложения на простые множители. Так вот, НОД этих чисел будет равен НОД другой пары, где вместо большего числа мы записываем разность между ними. То есть двести семьдесят и сто пятьдесят. Действительно, если мы находим НОД, НОД будет делиться и на первое, и на второе, и на их сумму, и на их разность. Поэтому мы большее отбрасываем и записываем разность. Так, теперь опять. Большее, в данном случае двести семьдесят, отбрасываем, и вместо большего записываем разность между ними. Разность – сто двадцать. Так, значит, у нас получилась пара – сто двадцать и сто пятьдесят. Так, теперь опять. Вместо большего числа, а большее сейчас у нас уже сто пятьдесят, мы его отбрасываем, вместо него запишем разность. Сто пятьдесят минус сто двадцать – тридцать. Вот. А теперь посмотрите, можно уже сразу сказать, чему будет равен НОД. Потому что одно из чисел делится на другое, значит, НОД меньшее, то есть тридцать. То есть можно сразу. Ну, а можно еще раз отбросить большее. Еще раз отбрасываем, получаем два одинаковых, НОД тридцать. Ну, а можно было вот сразу здесь уже дать ответ. Когда одно делится на другое, НОД меньшее. Очень удобно находить наибольший общий делитель, пользуясь алгоритмом Эвклида. Субтитры создавал DimaTorzok